Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. И посмотрите на мою прическу. Вы знаете, эта прическа, она не просто прическа. Да, многие сейчас подумают, господи, что за у вас у неё на голове? А я тоже так на мгновение подумала, но потом думаю, по-моему, это весёлая прическа. И для того, что у нас видео сегодня, будь счастлив или, по крайней мере, меньше грусти, эта прическа даёт замечательный настрой. Как минимум, один из вас точно улыбнулся. Я уверена, когда увидела этого, вот я не знаю даже, как назвать, баранчик какой-то такой, да? Может быть, ещё кто-то. Какие ассоциации вас вызывают, моя прическа? Мне вот, я не знаю, мне что-то в опале берёзы стояло, вот такие ассоциации. Так, камеру включила, да, забыла уже. Итак, эта прическа даёт нам хороший настрой. Я, в общем, долго её ваяла, потом подумала, господи, что же я сделала на своей голове? Может быть, не стоит показываться так людям? А потом я подумала, а почему не стоит показываться? А я покажусь там и покажу, что я не боюсь выглядеть смешно. И думаю, отлично для видео, как раз-таки хороший настрой. Они сразу улыбнутся, как меня увидят. Такой милый-милый баранчик. В общем, ладно, давайте начнём. Участлив или, по крайней мере, меньше грусти. На чём мы там остановились? Мы зачёркивали. В общем, вы помните, да, на чём остановились? Поехали дальше. Дальше. Дальше вот такие две руки. Ну, это наши, наверное, руки, да? Вот они. Две руки. И написано задание. Значит, первая, правая рука. Подумайте о том, что вызывают у вас чувства благодарности. Это могут быть люди, места или пицца. То есть всё что угодно, да? Запишите по одному пункту на каждом пальце этих рук. Отлично, поехали. Я у себя, вы у себя и встретимся позже. Итак, вы закончили? Я? Да. Поехали. Первое, я бы хотела выявить чувство благодарности. Ой, выявить. Я прям как на Грэмми. Что вызывает чувство благодарности? Да. Значит, первое, что у меня вызывает чувство благодарности, мне кажется, вот эта штучка больше, чем вот эта. Надо её... Ой, испортила прическу. Наверное, свет так падает, да? Охрен бы с ним. Работаем, в общем, над тем, что что-то не идеально в этом мире. Моя прическа. Итак, чувство благодарности у меня вызывает мама. И это я вот давайте от с рождения, да, начну. Потому что она давала большую свободу нам с братом в детстве. Мы могли сами выбирать, что хорошо и что плохо, натыкаться на свои шишки. В общем, я эту свободу очень ценила, потому что я знаю, что многие родители своих детей держат в ежовых рукавицах. У нас такого не было. И я себя уже с детства чувствовала самодостаточным ребёнком. За это большое спасибо моей маме, честно. Это очень круто, когда у тебя с детства свобода. Но не всем она, может быть, нужна. Мама, наверное, почувствовала, что мы те дети, которые, ну, думаем, как-то осознаём какие-то вещи. И вот в тот момент она и дала свободу. Конечно, это было не из детства. А в какой-то момент. Ну, спасибо. Да и по сей день она даёт эту свободу. Мама. Спасибо брату. Блин, опять. Опять Грэмми получаю. Спасибо, брат. Спасибо. Маме. В общем, вызывает чувство благодарности. Брат. Потому что в детстве, ну, мы с ним так ссорились. Ну, как ссорились? Я его обижала. И при всём при этом он мне всё простил. И когда он подрос, так как он младше меня, когда он подрос, он, конечно, я уже почувствовала защиту от брата. Брат у меня был младший, да, защита пришла не сразу. Сначала я его защищала. А потом, когда он подрос и почувствовал свои силы, он начал защищать. И в какой-то момент жизни, когда всё начиналось, и мы жили вместе, его защита была очень важна и нужна. Поэтому спасибо ему большое. По сей день он наш защитник в семье. Спасибо большое, конечно же, мужу. Ну, это я начала, да? Первым мама, потом брат. Да? Поэтому у меня всё по порядку. Дальше спасибо большое мужу. Опять Грэмми получаю. Короче, всё, я буду Грэмми получать. Не можешь заменить ситуацию, поссорюсь под ним. Получаю Грэмми. Спасибо большое моему мужу за его внимание, заботу, за его любовь. Он невероятной души человек. При всех тех обстоятельствах, которые у нас сложились и складываются, он просто умудряется делать меня счастливой каждый день, каждую минуту. И, конечно же, спасибо большое ему за нашего сына, который просто-просто перевернул нашу жизнь. Спасибо большое моему учителю. Я повстречала на пути очень-очень много людей, которые оказались очень классными непосредственными учителями рядом со мной. И благодаря которым реально я стала больше разбираться в этой жизни как-то и определять людей, ценить какие-то вещи. В общем, мой взгляд стал шире, и у меня, не знаю, у меня безумное чувство благодарности всем этим людям, с которыми меня свела судьба именно вот благодаря этому учителю. И большое спасибо моему учителю и всем учителям, которые таковыми становились на моём жизненном пути. Я вас всех очень-очень люблю. И хочу спасибо сказать, вот честно, я говорю сейчас спасибо, а боюсь, что я кого-то забыла вот конкретно, потому что таких людей очень много. И я хочу сказать в масштабе ещё, что, конечно же, у меня чувство благодарности вообще ко всем моим близким, ко всем друзьям, которые меня окружают. Потому что я их сама себе выбираю, самых лучших, которые есть на этой планете рядом со мной. И ещё всегда чувство большой благодарности вызывает у меня вот такие жизненные моменты, которые упрощают нам жизнь, которые дарят нам какие-то хорошие впечатления. Это же люди создают, это же люди создают какие-то, да, вот, которых мы не знаем. Они создают для нас те же сериалы, понимаете, где ты отдыхаешь, создают какие-то передачи, где мы что-то узнаём полезное, и наша жизнь становится легче. А бывают даже те же инструменты на кухне, ведь тоже это кто-то создаёт, кто-то там с целью денег, может быть, кто-то для того, чтобы действительно кому-то помочь. Но сам факт полезности за все эти полезные вещи, которые упрощают жизнь человека, а в частности мою, и дарят впечатления хорошие, это вот, я не знаю, те же и карусели, театры, фильмы, сериалы. Большое вам спасибо, люди, за это. Я желаю вам очень много вдохновения, чтобы вы продолжали всё больше и лучше радовать нас вообще. Это очень круто. Вообще я к миру испытываю огромную благодарность за то, что я вообще живу на этой земле, и что я человек, я счастлива, и что я такая симпатичная. Так, вторая рука у нас идёт, правая, вот это была левая, вторая рука, правая. Вот это чертим, и на ней нужно написать. Написать, когда вдруг загрустите, вспомните о том, что всё это всегда доступно вам. Перечитайте все записи, а потом пойдите и разыщите то, что обозначает одна из них. Когда вдруг загрустите. А вот вы не заметили, а я уже три раза подходила к малому и кормила его. Он вредничает. Вот ест, ест, потом такой раз не хочет. Потом раз зовёт меня, ест, ест, раз не хочет. Вредный. Значит, смотрите, походу же здесь нужна ваша помощь. Потому что я не поняла. Когда вдруг загрустите, вспомните о том, что всё это всегда доступно вам. Точка. Перечитайте все записи, запятая, а потом пойдите и разыщите то, что обозначает одна из них. Я не поняла, что надо записать. Давайте мы этот момент пропустим. Я хочу, чтобы всё было достоверно. Вот смотрите, как это всё записано. Видно? И прочитайте, пожалуйста, и поясните, что это значит в комментариях. Вот. И я тогда сделаю это. Переходим дальше. Дальше. Впишите в эту рамку всё плохое. Вот такая рамка. И надо вписать всё плохое в рамку. Поехали. Ну и сразу скажу, что вторая рамка. Смотрите, как они сделали. Впишите в эту рамку всё плохое. Одна рамка, маленькая. А в эту рамку всё хорошее. Вот честно говоря, мне ничего не приходит на ум. Прямо вот что плохое. Прямо сказать. А вот всё хорошее приходит. Ну давайте заполним рамки. Хорошо, что она маленькая, потому что мне особо нечего туда писать. Надеюсь, и вам тоже. Итак, я вернулась и в маленькую рамку я записала. Значит, маньяки, предатели, насилие, смерти, болезнь. Первое, что пришло мне в голову, это у нас всё плохое. И всё хорошее. Это тоже, что пришло в голову. Потому что я не буду здесь часами сидеть и записывать, пока заполню всю рамку. Но я её заполнила вот даже. Вот. Раз, столбик. И ещё два здесь. Но уже не стала там придумывать. Здесь очень много таких моментов можно найти. Итак, всё хорошее. Дети, семья, деньги, сериалы, путешествия, вкусняшки, саморазвитие, любимое дело, друзья, море, солнце, спорт, шоппинг, театр, ютуб. Мои зрители. Мои зрители. Взаимопонимание, любовь, забота, внимание. В общем, это можно бесконечно перечислять. Это всё хорошо. Хорошо. И вот малышня лежит моя вот здесь вот. Аукает. Это тоже хорошо, да? Нет, это не хорошо. Я тебе сейчас в плохую рамку запишу, потому что ты должен спать. Ты понял? Ладно, ладно. Если ты не хочешь, то не надо. Итак, поехали дальше. Надеюсь, там время нам позволяет. Самый приятный сон, который вы можете вспомнить. И самый дурной сон, ночной кошмар. Вот, на одной. Самый приятный, на другой. Самый кошмарный сон. Ой, мамочки, мамульчики. Ну, поехали. Итак, тоже вкратце у вас. Вы-то пишите подробно, да? Я-то буду ещё рассказывать, поэтому я вкратце. Значит, самый приятный сон, который я могу вспомнить. Вы знаете, первое, что приходит мне в голову, это мои осознанные сновидения. Это тогда, когда я засыпаю и во сне понимаю, что я сплю и могу там какое-то время находиться, испытывая эту невероятно безумную классную энергию. Могу делать там всё. Это как виртуальная реальность. Как будто вы находитесь где-то в компьютерной игре, можно так сказать. Но это реальность. В компьютерной игре мы понимаем, что это реально, да? А здесь мы понимаем, что это реальность. И она ещё реальнее реальности, которая это. В общем, это очень круто. Я скоро вам об этом расскажу. Вот. И вот это для меня самые приятные такие моменты. Потому что на сны я особо не обращаю внимания. Внимание я раньше заглядывала в сонники как-то. Ну, знаете, в каждом соннике ты найдёшь и хорошее, и плохое к каждому. Поэтому я не знаю, кому доверять. Сны, не сны. Я, опять же, интуитивно к снам своим отношусь, да? Что-то приснилось, что-то вылезло. Обычно, когда ты о чём-то думаешь очень сильно-сильно, да, вот в этот день переживаешь, в эту же ночь может что-то присниться. Ну, как бы твои переживания. В общем, я к снам серьёзно не отношусь. И, ну, картинки какие-то меняются, переживания в моём уме, которые я получила впечатление за день. Может быть, там, год назад получила, всплыли. Вот такие. Поэтому я на них особо не обращаю внимания. Я даже когда-то их записывала, даже то, что я записывала, я не помню ни одного сна. Но это нужно было для осознанных сновидений. Вот. А самый дурной сон и кошмар, да, я помню. Был он в детстве, даже два помню. Один могу рассказать. Один, это был, у нас была двукярусная кровать, где мы спали с братом. Я спала наверху, он внизу. И у нас была розетка недалеко от кровати, которая, ну, вот её уже нужно было чинить. И мы всё откладывали, откладывали этот момент. И в какой-то день мне приснилось, что эта розетка, она засверкала, взорвалась, начался пожар. И я проснулась, помню, в тот момент. И маме рассказала всё это. И она сразу же вызвала мастера, и мы починили эту розетку. Ну, вот так вот. Вот такой был такой полезный, можно сказать, сон. Но он был страшный, потому что я проснулась в таком ужасе. И говорю, боже, вот такой вот такой вот приснилось, как бы, да. А второй сон, который я тоже отчётливо помню, но я не буду его рассказывать. Я просто скажу, что это смерть близкого родного человека. И это ужасно, и слава богу, этот человек живёт и здравствует. И я хочу, чтобы так всё и продолжалось. Вот, был очень страшный сон, я проснулась, и я плакала. Вот такой вот сон. Всё, мои хорошие, я думаю, что время-то уже подходит наше к концу. А что у нас в следующий раз? Вы чувствуете себя так, как будто плачете. Да, всё нормально, я сейчас просто хнычу. Нет, серьёзно, это круто. Но, может быть, вам всё же следует поплакать. Хм, интересно. Но это в следующем видео. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Надеюсь, было интересно и полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Зацените причесом. Не, я не буду делать такие постоянно, не бойтесь. Но это же весело, правда? Всё, пока-пока. Спать, сыночка, мы будем с тобой. Всё, всё. То пока мама снимает, ты не спишь. Что это такое? А глаза красные уже, спать хотят. Ну, как так? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok